Я хочу сегодня поделиться с вами посланием, которое Бог положил мне на сердце. Если вот сейчас в этом состоянии, в котором вы сейчас находитесь, в состоянии такого особого размягчения сердца, вот после такого прославления, после того, как мы здесь провели такие чудесные минуты, и мы здесь все вместе. Если вот сейчас вас спросить, кто хочет служить Богу, то, я думаю, каждый из вас скажет, я хочу. Правда? Нет такого человека сейчас, ну, если только вы здесь находитесь неверующий в первый раз, но в основном те, кто пришли сюда, пришли ведь не просто так, чтобы интересно как-то время провести. Правда? Мы пришли сюда с одной целью. Мы любим Иисуса и хотим вот быть вот там, где звучит Его Слово, там, где люди служат Ему. Хотим быть у ног Его. Правда? И вот это желание служить, оно есть, оно должно быть в каждом верующем человеке. Но вот что-то нам мешает, знаете, как только кончается собрание, и наступают вот эти будничные дела, которые никогда не кончаются, наступает вот эта обычная жизнь, мы как-то отходим от этой мысли, думаем, ну, да, я вот хотела воскресенье, хотела как-то больше молиться, хотела больше как-то служить, хотела пойти там на репетицию, но не некогда. Да и у меня другие дела, более важные. Что же вот нам мешает как-то отдаться Богу и просто исполнить вот глубинное желание нашего сердца? Это наши человеческие амбиции, наши человеческие какие-то там страсти, себелюбие, эгоизм. Всегда человек хочет вот хоть на одну ступенечку, но быть как-то повыше другого. Вот хоть в чем-то да быть лучше, хоть в чем-то да превзойти того, кто рядом. И это есть у всех людей. Вот никто не поднимет руку, что у меня этого нет. И знаете, можно, конечно, с этим бороться, можно это как-то скрывать, но все равно, вот как есть такие зловредные сорняки, которые лезут и лезут. Кажется, все уже выполол. Вот кажется, очистил совершенно от них свой участок, но они опять появляются. И то же самое с нашим сердцем. Потому что, дорогие мои, почва нашего сердца, она очень сильно заражена этими семенами. Они не оставят нас в покое. Нам постоянно надо будет бороться с ними. Есть другие виды, да, вот препятствия к служению. Это просто, например, лень или потакание каким-то там своим любви к удовольствиям. Вот в любом случае это какое-то себелюбие. А можно даже, знаете, вот вроде и не питать каких-то амбиций, но любоваться самим собой, ой, какой я смиренный, какая я такая смиренная сестра, никуда не лезу, вот такая тихая, скромная, и мы любуемся этим. Это те же самые наши человеческие дела, все эти наши амбиции. Есть на самом деле люди с настоящим даром смирения. Вот как человек умеет, например, петь, у него есть дар. Как человек умеет там, не знаю, хорошо играть на инструменте или любое другое дело. Вот так точно есть дар от Бога смирение. Но это очень редкий случай. Вот в основном, да, люди что хотят? Да, они хотят вот выделиться, выделиться за счет своей внешности или за счет достижений, но каким-то образом вот прославиться. Ну, с одной стороны, это хорошо, это же жажда к самосовершенствованию, это жажда сделать хорошо свое дело. В принципе, это все неплохо. Но все равно это ведет в итоге к чему? К нашей гордости. То есть мы будем сами себя за это превозносить. И хотим, чтобы люди нас превозносили. И какая цель в основном у людей? Вот я не скажу за верующих, да, но в основном у людей, и часто и у нас тоже есть цель, вот преуспеть в каком-то деле, обогатиться, так ведь? Ну вот честно или нечестно. Ну, построить себе хорошую здесь жизнь, условия, чтобы были хорошие. И в итоге прийти к такому состоянию, когда уже на нас кто-то работает и нам служит, а мы вот наслаждаемся жизнью. Правда? Вот у всех людей такой, в принципе, есть идеал. И чем больше человек работает на кого-то, тем вот более великий этот человек. То есть это такое своего рода идеал величия. И вот идеал, самый такой топ вот этого величия, это цари, конечно же, это какие-то люди, какие-то великие полководцы, которые вот повелевали тысячами людей. Особенно, вы знаете, этот идеал достиг своего воплощения на Востоке, где вот это раболепие перед вышестоящими, оно доведено до предела. Там, по крайней мере, вот в прошлые времена, в древние времена, люди знатные, они вообще не работали, они вот пальцем не шевелили. И все за них делали какие-то невольники, рабы. Их были там тысячи. Вот это такая была привычка к утонченной роскоши, и вот такое в этом выражалось величие. Конечно, Израиль не поддерживал вот этого примера, да, такого поведения. Израиль всегда хранил заповедь о труде, которая была дана в десяти заповедях. Одна из заповедей – семь дней работы. Это относилось ко всем без исключения, да. Поэтому и цари их не были особо какими-то пышными дворами, поэтому полководцы у них, там, когда были войны, они не надевали пышных одежд. И пророки великие тоже очень вели такой скромный образ жизни. Соломон, скорее, был исключением, да, со всей роскошью своей жизни, со своего двора. Но, тем не менее, вы знаете, они ждали кого? Мессию. И Мессия в их представлении должен был прийти каким? Он должен был прийти как великий царь. Великий царь, который вот как-то эту униженную страну, да, Иудею, он как-то вот вознесет, он придет во славе, в силе, и он даст им вот такое, наконец-то, ощущение своей значимости. И они, и все увидят, вот правда их воссияет по всей земле, все увидят, какие они великие, да. Но вот Господь любит наши представления как-то опрокидывать. Он говорит, я сделаю так, как я хочу, а не как вы там себе напридумывали, да. Вот, по сути, при всем том, что Израиль так отличался от окружающего языческого мира, все равно в голове у них сидели вот эти идеалы, вот такого вот, да, именно царя, такого величия. Но пришел Иисус, и что мы видим? Он принес совершенно другой идеал величия. Самим собой Он его принес, и своим учением, и своей жизнью. И вот посмотрите, пожалуйста, в Библию мы откроем Слово Божье, Евангелие от Матфея, 20 глава, 28 стих. Слова Иисуса, Он сам сказал так о себе. Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Удивительные слова. Ученики Его, честно говоря, совсем не понимали вот этих слов. И это видно по их поведению. Они были ведь под теми же представлениями, и они уже знали, что Иисус – это царь. Он говорил об этом. Это Мессия – царь. Как же тогда? Он ведет такой совершенно скромный образ жизни. Как же тогда он не хочет нигде светиться, не хочет как-то вот себя возвысить, как-то показать всем свое величие. Как это вообще может быть? Они были очень смущены по этому поводу. Даже Иоанн Креститель, даже Иоанн Креститель говорил, спрашивал Иисуса, «Ты ли тот, кто нам обещан, или нам ждать кого-то другого?» Он тоже тревожился по этому поводу, потому что Иисус не укладывался в эти рамки представления о царе, о Мессии. Но на это Иисус ответил очень точно. Он сказал, «А ты разве имеешь признаки внешнего величия? А ведь не было пророков больше тебя на земле». Вот таким образом он сказал, «Я послан от Бога служить бедным, и в этом мое главное призвание». Ученики, вот они до самого конца не понимали вот этих слов про то, что Иисус пришел, чтобы послужить. Вот помните момент, когда они идут в Иерусалим? Третий и последний раз они идут в Иерусалим, и Иисус уже сделал несколько таких предсказаний о своих страданиях, о смерти. То есть уже чувствуется, что тучи сгущаются, но ученики все равно в своих сердцах, вот они не могут расстаться с этим каким-то представлением царства. Понимаете? И они ведь его ждали на земле. Они думали, что вот Иисус придет в Иерусалим, как-то заявит о себе и станет царем. Они таки видели его на троне, знаете, в пурпурных одеждах, с жезлом, с короной. И вот тогда-то, тогда-то, они лелеяли такие сладкие мысли в своем сердце. Тогда мы тоже будем возвышены вместе с ним. Вот они и наши человеческие амбиции, которые где-нибудь, да, все равно проявятся. И тогда они начинали уже делить эти места, да, как-то там специально разговаривать с Иисусом. Вот давай я по правую сторону, а он по левую. Иисус говорит, ну, не понимаете, что? О чем вы говорите, да? Он им что ответил? Вот посмотрите еще в 20-ю главу Евангелия от Матфея, с 25-го стиха. Иисус, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, вельможи властвуют ими». Вот эти великие люди, которым служат, да? «Но между вами, да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». И Господь, Он уже был наполнен вот этим предвкушением своего крестного пути. Он уже тогда уходил от них вперед, шел один. То есть Он сосредотачивался, Его сердце готовилось вот к этой важной миссии, да, к этим великим страданиям. Но при этом Он должен был еще вот выносить их, вот эти какие-то такие совершенно плотские вещи, гасить их плотской энтузиазм. И Иисус прекрасно понимал, что вот все это настолько чуждо человеческой природе, да, то, что как бы вот кто там хочет быть первым, будь рабом, кто хочет быть великим, служи. Он понимал, что это настолько нам несвойственно, людям, что эти семена, которые Он бросил тогда, они будут прорастать долго-долго и медленно-медленно. И понадобятся, может быть, века, чтобы они принесли плоды, вот эти ростки. Но сам Иисус, да, Он жил неукоснительно согласно со своими словами. Потому что мы видим, читая Евангелие, да, и я сегодня не зря взяла вот жизнь Иисуса как пример. Это мы просто можем погружаться в это, еще раз смотреть, назидаться и иметь от этого великий плод, когда мы смотрим на жизнь Иисуса, нашего Господа. И смотрите, духом служения проникнуто все, его слова, дела, мысли. Он вообще только об этом и думал. У него не было человеческих амбиций. Не стремился он вот, чтобы себя как-то возвысить, он не стремился к пиару, кого-то там впечатлить чем-то, да. Вот он вообще этого не делал. Это нам трудно понять. Мы даже не можем представить себе жизнь без вот этого груза. Но Иисус был свободен от этого, слава Богу. Потому что Он ясно видел в свете вот вечности, Он видел вот смехотворство вот этого всего, вот этих наших всех усилий и то, что вот эти все земные преимущества, они очень быстро кончатся. Что это, в конце концов, все очень быстро пройдет. И чем служил Иисус людям? Во-первых, Он служил учением. Он служил сокровищами своих мыслей, которые Он отдавал вот так просто, вот перед всякими необразованными бедными людьми. Он даже не стремился их сохранить. Он не хотел, чтобы... Он сам ничего не записал, правда? Записали, слава Богу, другие. Он это все просто отдавал. Того, чего земля никогда даже не слышала. Он просто делился этим и все. От щедрости своего сердца. Он не пытался проникнуть в эту систему религиозную того времени, правда? Ведь Он же мог стать, как-то стремиться стать священником, членом Синедриона даже. Он мог это все достичь, высот в этой системе, если бы захотел. Но Он не хотел. Не хотел вообще приближаться и иметь что-то общее с этой системой. Наоборот, ее обличал. Не пытался сделать из своих учеников какую-то огромную библейскую школу. Не было у него тоже таких гигантоманских намерений. У него ученики были всего 70 человек, а потом стало еще меньше. То есть его собственные ученики тоже не поражали воображение своим количеством. Он служил людям исцелениями, служил людям чудесами, но запрещал рассказывать об этом. То есть все время как-то был в тени, да? И даже его единственный момент, когда он торжественно въезжал в Иерусалим, когда он вроде бы был во славе, его сердце, оно не обманывалось этими криками толпы. Оно не было, знаете, в таком вот в энтузиазме, в таком каком-то восторге. Нет, он прекрасно знал, чем это все кончится. И на самом деле, через неделю, всего лишь через неделю, это окончилось все страшной, позорной казнью. Вот чего стоят вот эти людские превозношения, крики восторга и так далее. Они ничего не стоят, да? Но Иисус, Он продолжал служить нам и больше всего служил нам на кресте, когда Он умирал, когда Он в этих муках, да, был как кроткий агнец, который вот отдает себя за искупление многих, за искупление нас с вами. То есть вот первый принцип служения Иисуса, их будет два, я хочу сформулировать так, чтобы нам тоже это помогало. Знаете, мы потому что ведь тоже служим, да? Мы много служим и людям, и в церкви, и в семье. И вот чем нам руководствоваться? Потому что не секрет, что иногда наше служение, оно стает плотским. Оно стает просто служением по плоти, служением самим себе, своему какому-то вот этому себелюбию. Но если мы будем руководствоваться этими принципами, да, то мы, может быть, будем убережены от многих ошибок. И вот смотрите, Иисус, Он стремился не к успеху, но к послушанию. И есть замечательное место у апостола Павла в послании к филиппийцам из 2 главы 6-8 стих. Дайте его, пожалуйста, здесь по синодальному переводу, я прочитаю вам по современному переводу, там прекрасно написано. 2 глава 6-8 стих в послании к филиппийцам. То, что Он себя не возвышает, Иисус доказал нет, подождите, подождите, нет. Вот. Он по природе Бог не держался за равенство с Богом, но добровольно лишился всего, приняв природу раба и человеком родившись. Он был во всем человеку подобен, но еще больше себя умолил и так был послушен, что принял и смерть саму, смерть на кресте. Вот в итоге к чему привело его послушание, правда? Не к успеху Он стремился, не к какому-то внешнему блеску, но вот к этому, вот Он хотел исполнить Божье предназначение. Что есть ценнее, что есть вот, что есть как-то важнее на этом свете? Ничего. Никакой наш внешний блеск не сравнится с тем, что мы сделаем что-то, что сказал нам Бог. А у Него была вот такая важная миссия, и Он до самого смертного часа был послушен. Еще один момент в Его жизни, да, очень такой показательный, это последняя вечеря, когда Иисус, вот написано, что Он был равен Богу, да, Он по природе Бог. Он вот не посчитал для себя уже слишком унижением, когда Он припоясал себя полотенцем и пошел служить ученикам, как последний раб, который омывает ноги. Он склонился перед ними и просто мыл их грязные ноги. И ладно бы это были просто ученики, да, которые, ну, которые вот, все-таки его последователи были, там был еще и Иуда, и он прекрасно знал о том, какая черная змея живет уже у Иуды в сердце. И Иуде он тоже мыл ноги. Вы знаете, в этом я вижу не только его смирение чудесное, в этом еще я вижу вот такое уважение, что ли, к людям. Вот Он показал, что люди, они все достойны уважения. Даже самые бедные, даже самые какие-то низкие, даже самые подлые. И вот вы знаете, когда мы идем, например, ну, вот по городу, и вдруг видим человека, ну, такого, скажем, неприглядного вида, да, какой-то это бомж может, или сидит в милостыне у магазина, просит человек в таком ужасном, грязном одеянии, от него пахнет, и на лице его вот прямо написаны пороки и разные вот ужасные вещи. То есть весь его образ жизни отражается на его лице. и тогда мы как-то инстинктивно стремимся отгородиться от такого человека. Мы вот просто, что мы неосознанно в это время о чем-то думаем. Знаете, о чем? Ну, я-то не такой, как он. Не то, что служить этому человеку, а как бы даже поставить его на одну, вот на один уровень с собой мы не можем. Вот такой опять наш характер у людей. То есть мы сразу видим, что это человек другого совершенно социального уровня. Я тут не собираюсь как бы с ним сильно вступать в контакт. Я не хочу, ну, как-то запачкаться, что ли. Мне неприятно это. Но вот Иисус-то, вот он не так себя вел. То есть его какой-то уровень, да, как Бога-человека, он был неизмеримо выше. Просто пропасть лежала между ним и его, скажем, учениками даже. Но тем не менее, он вот преодолевал эту пропасть силой своей любви. Он не сходил, не сходил к людям со своей высоты. И все это делал он ради послушания и любви. Поэтому, когда вы идете, видите такого человека, попробуйте просто задуматься, что этот такой же человек, как и вы, просто ему больше не повезло в жизни. просто у него так все сложилось. Он точно такой же, и в нем живет точно так же образ Божий. И тогда вы сможете ему послужить, этому человеку, когда вы поймете, что нет никакой разницы между вами и им. И, вы знаете, вообще людям нелегко служить. Если вот так задуматься, сколько людей начинает в молодости, вот они полны энтузиазма, чтобы, знаете, вот так вот как-то сделать, что хорошее для людей, вот изменить мир к лучшему, вообще внести свой вклад. Потом смотришь через некоторое время, а это уже такой скептик, циник, и все, что только можно себе представить. Почему? Это можно понять. Потому что в людях легко разочароваться. Если ты начинаешь свое служение и ждешь что-то от людей, там какое-то, не знаю, воздаяние, какую-то благодарность, какую-то там, не знаю, чтобы тебя чествовали как-то, ты разочаруешься, можешь быть спокоен. Люди, они не собираются тебя превозносить и что-то тебе там воздавать. То есть как бы люди тебя непременно разочаруют. И это происходит у всех. Только вот, когда ты смотришь на людей с какой-то жалостью, с каким-то состраданием, только тогда, когда ты вот видишь в них вот этот образ Божий, только тогда ты можешь выносить вообще вот людей. и на эти такие гении человечества, которым, кстати, человечество очень так поклонялось, это там всякие Вольтер, Ницше, Наполеон, они открыто презирали людей. Они даже не стыдились об этом говорить. Они говорили так, что все тут имеет свою цену и каждый человек, он продается по своей цене. Поэтому людей не за что уважать. Это совершенно продажные такие низкие душонки. Люди, вот, ну, на самом деле, может, такие и есть во многом, да, но, тем не менее, вот, когда мы смотрим на них с другой точки зрения, как с точки зрения Бога, Иисуса, он видит, что вот Бог создал нас, у нас есть свое предназначение, да, и он видит, насколько мы уклоняемся от Него, насколько мы сами страдаем от этого, и тогда ему становится нас жалко. И он просто, он просто полон к нам сострадания. Вот как бы нам научиться такому подходу к людям? Не обвинять, но больше жалеть, больше снисходить. Иисус, я думаю, Иуду жалел, потому что Иуда, он сам себя наказал за свой ужасный поступок, правда? Но, тем не менее, вот второй принцип служения Иисуса, второй принцип. Иисус не делал никаких уступок человеческим вот этим, человеческим порокам, каким-то заблуждениям, страстям, ошибкам. Вот этого у Него точно нет. Вот. Он служил людям, не когда они там лгали, или что-то замышляли такое, или как-то пытались себя вот прославить. Он служил людям, когда они были бессильны и страдали. И почему так было? А потому что Иисус любил их в Боге. Вот Он не просто какая-то сентиментальная такая чувствительность. Ой, бедненькие вы, бедненькие. Нет. Он все-таки делал это исходя из Божьей любви. Да, ты человек слаб, но все-таки я могу тебя поднять, я могу тебя поднять до какого-то уровня нравственного и духовного, да. Ты можешь что-то сделать. Так давай, делай. Я не собираюсь потакать тебе в этих твоих вот грехах. И второй принцип служения Иисуса, служить людям так, чтобы любовь к Богу никогда не была приносима в жертву. То есть, когда была какая-то, какой-то повод, Иисус сопротивлялся людской алчности, лицемерию, да. Вы знаете, как Он жестко обходился с теми же торговцами в храме и во многих других случаях. И Он не боялся ни их презрения, ни их ненависти. Он понимал, что это все равно как-то по Нему ударит. Он этого не боялся. Мы же часто боимся лишний раз сказать людям что-то такое неприятное, потому что нам кажется, мы испортим отношения. Может, это как-то нам невыгодно будет. И еще что-то. И мы больше смотрим тогда на людей. Мы им пытаемся угодить, да. И в Иоанна 4, 34 Иисус говорит, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Никто не служил людям больше, чем Иисус, но также никто не служил Богу больше, чем Иисус. Правда? Вы скажите «Аминь» мне хоть. Хоть. Да. Спасибо большое. То есть мы должны прежде всего ставить впереди всего волю Божью, правда? И стремлению угодить Ему. Но при этом не забывать, что мы служители Бога. Мы служители Бога здесь на земле. И мы служим-то людям. Служим Его любовью. И посмотрите, пожалуйста, еще на послание к филиппийцам 2 глава, 5 стих. Тоже я прочитаю по современному переводу. «Пусть мысли и чувства ваши друг к другу будут у вас, как у Христа Иисуса». Вот как мы должны друг к другу относиться. Слава Богу, у нас есть такие четкие указатели, да, как едешь по дороге иногда и не знаешь, куда ехать. Но если там есть указатели, ты без труда найдешь свое направление. Сейчас, конечно, с навигатором все не так немножко, но на самом деле раньше указатели... Хорошо, пусть это будет наш навигатор. Вот эти слова. То есть мы должны делать, как Иисус. Вот и все. И нечего тут мудрствовать, и нечего тут как-то усложнять все. Вот наш с вами путеводитель. Как Иисус. Вот принципы, которые Он применял, значит, Он стремился в своем служении не к успеху, но к послушанию. Был послушен Богу, был послушен Его призванию, которое у Него было от Бога. И в то же время, прежде всего, слушаться, угождать Бога, Богу, чем людям. Вот это были два принципа, которым Он руководствовался. Вот как мы можем эти принципы применить в своем служении? Какое вообще наше служение? Можно ли сказать, что служение наше происходит только в церкви? Нет, конечно. Мы везде можем служить, просто везде. И в своей личной жизни, и в семейной жизни, если у нас есть семья, и в церковной, и просто на работе, просто в какой-то общественной жизни. И иногда мы не хотим служить. Вот ты просто живешь, как обычный человек, ничем не отличаешься, ни в транспорте, ни на работе, такой же злой, такой же пытающийся везде пролезть вперед, такой же какой-то мстительный, завистливый. Вот бывает так, что человек просто живет, потом приходит в воскресенье в церковь. Это значит, что он не служит. Вы понимаете? Он просто живет своей плотской жизнью, но при этом слушает по воскресеньям проповеди. И я вам скажу, мы часто оправдываем свое нежелание служить, знаете чем? Ну, окружающими обстоятельствами. Вот какие-то обстоятельства в моей жизни не те, и какие-то люди вокруг не те, вот были бы как-то люди получше, я бы на домашней группе, например, я бы туда ходил, были бы какие-то там условия получше, я бы ездил, например, там в детские дома, были бы, например, у меня возможность на микрофоне петь, я бы пел, а в хоре-то я зачем буду служить? Нет, в хоре это как-то непрестижно, это как-то все так, не для меня, я слишком для этого значительная фигура. И вот Иисус своей жизнью показал нам, что никаких плохих обстоятельств, никаких плохих людей вообще нет. Все абсолютно в нашей жизни, каждый наш день, каждую нашу ситуацию мы можем использовать, чтобы служить, правда? И мы просто даже должны это делать. Вот он сам-то, вы помните, какие люди его окружали? Да он даже просто специально там ходил и ел с ними, и жил, и как-то был в их кругу. Это были кто? Просто грешники, всякие воры, беззаконники, мытари, то есть сборщики налогов, опять же люди нечестные, проститутки, ну то есть те, кто, вот совершенно не назовешь сливками общества, вот они его окружали, больные какие-то, люди, вот страждущие, он зачем там ходил? Может они, это было такое веселое общество, ему там нравилось? Я думаю, что это были люди, которые в нем нуждались, правда? Поэтому, вот что могло хуже быть, чем его окружение, я не знаю. И все обстоятельства его жизни, начиная с рождения в хлеву, они как-то тоже не особо блестят. Все это было им показано для того, чтобы мы не оправдывались тем, что вот наши обстоятельства, они как-то не подходят немножко. Я подожду хороших обстоятельств и буду служить. Дальше вот наше собственное положение, оно тоже никакое, оно тоже не может быть препятствием. Например, мы не замужем или не женаты. Апостол Павел говорит, это даже преимущество для служения Богу, потому что ты конкретно можешь угождать Богу, быть святой и духом, и телом, и угождать Ему во всем. И не женатый, это написано в первом послании Коринфянам, он что? Стремится угодить Богу, а женатый уже думает о мирском, чтобы угодить жене. Если ты, например, женатый, это может тоже быть каким-то препятствием? Нет. Потому что, конечно, у тебя уже жизнь разделена получается. Там еще написано, и он разрывается на две части, такой женатый мужчина, да? Ему надо и жене угодить, и угодить ему надо Богу. Но, тем не менее, женатое положение, это тоже не препятствие. Есть, конечно, люди, которые, знаете, вот женятся, и все, нет их в церкви, пропали. Они теперь только в семье. У них теперь важная такая миссия, да? Это тоже хорошо. Но вот где грань-то, да? Это служение, или ты уже для себя живешь? Или ты уже сосредоточился больше вообще на своем собственном каком-то самоублажении? Вот эту грань каждый человек чувствует сам, да? Потому что в браке мы тоже можем или служить, или не служить. Если ты вступаешь в брак, и у тебя на уме только вот свое какое-то удовольствие, ах, как нам хорошо будет жить с этим человеком, она такая прекрасная, или он такой прекрасный, он сделает меня счастливым, я вам скажу, вы разочаруетесь. Потому что в принципе никто вас здесь счастливым делать не собирается. Только вы сами можете сделать себя счастливым. Через то, что вы будете приближаться к Богу и соединяться с Ним. Через то, что Он и зальет на вас потоки своей любви. Понимаете? И если мы вступаем в брак, вот все-таки не с таких эгоистических позиций, а с того, что я хочу послужить этому человеку. Послужить. То есть делать какие-то дела любви, делать какие-то вещи, которые, ну, может даже мне самой, вот, или самому, они невыгодны в данный момент, но я хочу их делать. Это и есть служение. Понимаете? Вот если мы наполнены любовью, вот это и есть служение. Если нет любви, это уже не служение. И в браке как-то так получается очень часто, что любовь заканчивается. Кто-нибудь из вас имеет об этом представление, да? Вот любил, любил человека, вдруг вот все. Не любишь. И, к сожалению, это вот печальная реальность. Чувства наши настолько переменчивы, что они могут вот просто резко измениться. И ты думаешь, как я вообще оказалась рядом с этим человеком? Зачем я это сделала? Но ты это сделала, да? И вот знаете, тогда вот это отношение именно к браку, как к служению, оно очень сильно помогает. Оно помогает пережить вот эти периоды засухи. Потому что, если ты пройдешь это с сердцем служителя, как бы не ища своего, не думая там о своих выгодах, но просто служа человеку, которому у тебя в данный момент не осталось каких-то сильно горячих чувств, если ты пройдешь это, Бог наполнит тебя новой любовью. И все, кто долго живут в браке, скажите аминь. Вас много тут, слава Богу. Потому что это совершенно точно. Когда людей посещает первый раз вот это отсутствие любви, так называемое, оно такое внешнее больше, они просто в панике. Они думают, как же теперь жить? На чем теперь строить свою семью? Стройте на служении. Стройте на том, что, как делал Иисус, вот где нужда, там я буду служить. И за свою долгую христианскую жизнь, за свою долгую семейную жизнь, я вот поняла один очень важный момент в браке, да, это, что служить надо, когда сложно, а не когда все хорошо. Вот когда все хорошо, и у всех все здорово, и вы там где-нибудь на шашлыках, на природе, да, в баньке где-нибудь, ну тут не надо служить. Тут просто все классно. Или у вас все там замечательные отношения. Но как только времена меняются, начинается какое-то вот давление обстоятельств, как-то вас сдавливает, причем обоих, да, вы же связаны друг с другом, вы же как бы друг с другом, одноплоть. И вас начинает давить обоих. Скажите, кто тогда должен кому служить? Ну вот подумайте. Вот в разных семьях, наверное, по-разному. У нас в семье, это всегда была я, без ложной скромности скажу, что когда вот именно на обоих был прессинг, я понимала, мне надо сейчас забыть о своих собственных каких-то там вот этих амбициях и представлениях о том, как должно быть все в семье. Ну, я имела эти представления, вот они на моих глазах все разваливается, и я просто должна понять, что либо я сейчас служу, либо я сейчас просто ухожу. Понимаете? Вот как бы бывают же такие очень острые в семье ситуации. Да и просто даже вот не такие вот трагичные там какие-то очень острые обстоятельства, когда просто собираются на воскресное собрание супруги. И вот они начинают какую-то зацепились там за какую-то мелочь и начинается перепалка. И ты думаешь, ну я же права, я же тоже должна быть в духе перед воскресным собранием, я ведь тоже сегодня служу в конце концов на сцене, но почему-то всегда должна уступать я. Понимаете? Я думаю, ладно, все, это оставили и просто сейчас я буду служить своему мужу, чтобы он вышел в хорошем настроении проповедовать, чтобы он вышел в таком в духе, да, как он должен быть. Вот это и сохраняет обычно долго семью, да. Если человек вдруг, у него со здоровьем что-то, или он потерял работу, или вот что-то не заладилось, да, вот здесь нам и нужно, дорогие мои, проявить свое сердце служителя. Вот нам-то что хочется в это время? Критиковать, что-то упрекать, вот привязываться, даже пренебрегать иногда, пренебрегать человеком. Но тем не менее, мы должны понять, что это приведет только к развалу. Человек в плохих обстоятельствах, который как бы и так уже ранен, он только нуждается в вашей поддержке. То же самое, а кстати, вот когда мы были на выезде тишины, читали там послание к ефесянам. И там я заметила один стих, который читала вроде бы много-много лет подряд, но здесь он прямо на меня как бы прыгнул со страниц писания. Это был из пятой главы ефесянам, там написано, там где о любви мужа к жене, там написано, что любящий свою жену любит самого себя. То есть по сути, я думаю, что жена любящая своего супруга любит саму себя. Вот что может быть проще? Подумай, если ты не любишь своего мужа или свою жену, ты просто делаешь плохо себе. И это должно нас как-то, знаете, отрезвить. Мы одна плоть, мы так связаны друг с другом, что делая плохо другому человеку, ты делаешь плохо себе. И поэтому это должно нас поддержать в какие-то трудные моменты. Если мы возьмем детей, мы должны им служить? еще как должны. Дети очень нуждаются в нашем вот таком вот сердце, которое отдает, которое служит, которое самоотвержено. И здесь тот же самый принцип. Если вы видите, что ребенок плохо себя ведет, он вот конкретно у него с учебой проблемы или какие-то личностные психологические проблемы, дорогие мои, не надо на них злиться за это. То есть это же вызывает в нашей-то собственной душе ответную реакцию. Правильно? Мы хотим тоже как-то, чтобы это прекратить и каким-то насильственным способом и вот таким давлением, каким-то критикой, угрозами, наказаниями. Они и так сейчас находятся в плохом состоянии дети, если они плохо себя ведут. Понимаете? Плохое поведение ребенка сигнал о том, что внутри у него что-то не в порядке. Так, пожалуйста, отложите свои собственные амбиции, свои собственные оскорбленные родительские чувства и просто вникните в суть их нужд, в суть их проблем. И вот это и будет ваше служение детям. Мы должны естественно что делать? Воспитывать их в наставлении и учении Господнем, мы должны им проповедовать, но помните, что самое главное сведение, самое главное знание о христианстве, о вере, они получат через вашу собственную жизнь. Если вы же будете к ним проявлять больше вот этого милосердия, больше сострадания, больше чуткости, то они будут больше стремиться к тому Богу, которого вы исповедуете. Это я вам точно говорю. Дети очень сильно благодарны за такое к себе любящее отношение. Вот это и есть самое главное служение в семье, мои дорогие. Отвлечься от себя и вникнуть в состояние другого человека. Не всегда это просто, не всегда это хочется, а точнее почти никогда не хочется. Но вот услышать своего ближнего и помочь ему это самое первое дело. Этим мы созидаем. Мы созидаем личность в ребенке. Он сразу понимает меня любят. Понимаете, вот ребенок, который вырастет в такой атмосфере, которого любят независимо от его поведения, он будет потом по-настоящему смиренным служителем. Потому что настоящее смирение это не то, что ты всего себя лишил, смирился и думаешь ой, какой я вот смиренный, но ничего у меня нет, ничего я как-то не приобрел, нормально ничего не сделал, какая-то жизнь у меня ущемленная со всех сторон. Нет, смирение это просто не зависеть от каких-то внешних вот этих, знаете, сторон жизни. Мало ли что у меня есть, мало ли чего у меня нет. Я просто служу Богу и я уже этим делаю свое предназначение на земле. Вот так мы воспитываем своих детей, когда мы их любим, обнимаем, целуем и всячески им даем понять, что мы их любим. Так же мы созидаем свою семью, когда мы своего мужа обнимаем, его приветствуем в любом состоянии, в любом положении и когда мы просто его принимаем как человека. и что, а вы скажете, а мои-то нужды как? Мои-то нужды. О ваших нуждах позаботится Господь. И к тому же, когда вы, вот, придет снова хорошая какая-то полоса в вашей семейной жизни, вам воздастся ссорицей за ваше терпение и за ваше усердие. И в конце, мои дорогие, я хочу привести пример жизни нескольких человек, которые служение Богу поставили на первое место. Вообще на первое место по сравнению со всей остальной жизнью. И я хочу сегодня взять таких интересных людей, о которых мы вообще редко говорим, и немножко окунуться в историю. Но мы должны нашу историю знать, правда? Это история нашего евангельского движения в России. И первого человека, сейчас покажут его портрет, я возьму такого, Иван Степанович Проханов. Это человек, который начал служить в евангельских общинах, когда они еще только-только зародились в России, когда они только-только еще появились. Смотрите, какое интеллигентное, красивое лицо. на самом деле это был человек такой еще старой формации, дореволюционной. Хотя у него была мама, и семья вообще достаточно простая, у мамы было большое хозяйство, вот тоже можно ли этим служить Господу? Когда у тебя с утра куры, утки, все гогочут, все что-то там требуют с тебя, всех надо кормить, детей там много, и вот где тут даже может помолиться не успеешь. Но она делала по-другому, она выходила кормить кур и пела при этом свой любимый псалом. И вот этот голос ее разлетался, они на Кавказе жили, над горами, в горах там. И вот она ничем другим больше не занималась, только своей семьей, домом, и при этом вырастила, ну они были верующие, конечно в церковь ходили, вырастила вот таких замечательных детей. У ней было три сына, и все они выросли в прекрасных божьих служителей, каждый там на своем поприще. Но вот Иван Степанович Проханов, он остался в истории вот именно евангелического движения, потому что вот наше правительство, тогда еще даже царское, оно, знаете, никак не могло понять, как относиться вот к этим общинам, то ли это секты, то ли это какие-то церкви, не было такого у нас раньше. И в итоге их то разрешали, то запрещали, то разрешали, потом снова брали и всех в ссылку, всех на каторгу, вот они идут кандалами, бряцают, верующие. Так вот, Проханов, он, хотя и был из этой вот простой достаточно среды, он получил блестящее образование в Петербурге, просто техническое образование. И вот этот кругозор такой, да, широкий, давал ему возможность входить в какие-то сферы, правительства, законодательных органов. Он на этом поприще как бы пытался сделать облегчение для верующих вот даже в их страданиях, понимаете, когда их там гнали. И добивался опять какого-то облегчения. Он и сам был прекрасный проповедник, очень хорошо проповедовал, плюс еще писал духовные песни. Вот это мамино пение, оно не прошло даром, он сам пел, сам писал песни и издавал журнал и вот как-то вообще стремился, знаете, всех объединить. И в итоге грянула революция, 17-й год, опять не разбериха политическая, опять не знают, что делать с евангельскими церквами. Ну, сначала дали какое-то, конечно, время, свободы было. И вот это время очень важно использовать в служении время, которое дается, особенно у нас в стране, потому что оно вот раз и кончится в любой момент, никто даже не может сказать когда. Так вот, Проханов, он служил Богу так, что забывал вообще о себе. У него была семья, у него было двое сыновей, и он все время вот как-то ну, был в разъездах много, на расстоянии с ними как-то больше общался. Он был полностью предан делу проповеди и делу вот этого объединения христиан. Они также помогали много голодающим, когда начался голод по Волжье, там во многих-многих регионах, они очень много делали для людей. Вот такая вот жизнь, да, в 35-м году он уже умер от того, что перенапрягал все время свое здоровье и в конце концов уже выехал за границу, он еще и помог сделать вот эти связи за границей наших христиан. Таким образом, знаете, церкви, вот эти молодые, неутвержденные, в такой тяжелейший период нашей истории, они выжили. И мы с вами, да, вот следствие таких вот великих трудов, да, которые были положены на то, чтобы вот именно вера евангельская привелась в этой стране. И второй человек, его вы, наверное, знаете, по крайней мере, его имя больше на слуху, это Иван тоже Петрович Федотов. Это тоже такой начальствующий епископ, очень важный человек был в евангельском служении, жизнь его, она потрясает, просто воображение. Потому что, друзья мои, история наша на тот момент тоже потрясала воображение. Вы знаете, вот церкви, которые окрепли, их уже стало больше по стране, да, они должны были пройти мрачнейшие времена вот советских гонений. Когда система, так сказать, окрепла, она поняла, что ей не нужны вот эти вот честные, работящие люди, но которые не хотят полностью вставать под контроль государства, у них там есть какой-то свой хозяин, свой бог, а нет, нет, нам это не надо. Пусть будут церкви, вот чтобы сказать, у нас ведь есть свобода слова, вот пожалуйста посмотрите церкви. Но эти церкви были полностью под контролем КГБ. И такие церкви как-то еще оставляли. Но были другие церкви, которые не вставали под регистрацию, они не вставали под вот этот контроль государства. И государство, оно просто начало их давить. Оно просто поставило своей целью и избавиться от них. И вот если рассказывать о Иване Петровиче, то он был как раз вообще из простой семьи, но со своей опять непростой историей, из раскулаченных там, и у него и отец погиб, и отчим пропал без вести на войне. То есть, но была мама. Вот мама, да, служение матери, оно все-таки, дорогие сестры, это ваша большая привилегия. Если у вас есть дети, вы можете в них вложить на всю жизнь вот эту какую-то основу. И вот это тоже был человек, на которого мать повлияла очень сильно. Они вначале даже верующими не были. Просто как-то выживали в этих сложных обстоятельствах без отца, без кормильца. Но потом он пошел, уже подрос, пошел на флот служить. И такой, знаете, был здоровяк, силач, такой чемпион по борьбе за первенство флота участвовал чуть не в международных состязаниях. В общем, был такой перспективный молодой человек. В это время его мама идет на собрание к баптистам и там кается. А он, приехав к ней на побывку, он что, тоже с ней идет на собрание и там кается на первом же собрании. Вот какая сила была, да, у этих общин, которые были такие забитые, такие загнанные, такие притесняемые, но тем не менее там звучало Слово Божье, там вот этот цвет Евангелия сиял, и люди вот так обращались, вот так обратился этот совершенно неподготовленный молодой человек на всю жизнь, сразу, понимаете, почувствовал в себе вот этот призыв Божий. И какую цену он заплатил за свое посвящение, я вам сейчас расскажу. это был где-то 59-60-й год он начал свое служение, то есть он сразу закончил службу в армии во флоте и сказал, я верующий, на него посмотрели как на сумасшедшего, ты что, у тебя перспективы, образование, спортивная карьера. Он сказал, нет, ничего не надо, а ведь он прекрасно понимал, что на ту пору это был не Проханов, понимаете, со своим блестящим образованием, тогда не было никакого хода верующему человеку ни в образование, ни в какую-то нормальную работу, ни в спорт, никуда. Он сказал, мне ничего не надо, я хочу только одного, я хочу следовать за моим Господом. Сказал это открыто, сказал это совершенно так определенно и начал проповедовать. Время было 60-й год, у власти был Никита Сергеевич Хрущев и при общем потеплении, вы знаете, именно на церкви началось особое гонение, потому что Никита Сергеевич, помните, обещал показать Западу Кузькину мать, обещал к 80-му году построить коммунизм и обещал показать по телевизору последнего верующего человека на всей земле, ну, по крайней мере, в России, да, в Советском Союзе. То, что, слава Богу, все эти обещания не сбылись, да, тем не менее, он начал это притворять в жизнь. Вот эти церкви, их настолько гнали, за ними следили, к ним подсылали всяких провокаторов, там, всякие грязные методы против них использовали. И вот так на одном собрании в лесу, который проводил Федотов, они там своих пасторов, пресс-фитеров очень прятали, вот, собирались в лесу, понимаете, вдруг одна сестра, которая была вроде верующей, но на нее надавила КГБ сильно. Она вдруг перед ним падает на колени и кричит очень громко, пожалуйста, мою дочь не приноси в жертву, я прошу тебя, она еще слишком маленькая, начинает вот такое кричать, не убивайте мою дочь. В это время вдруг из-за кустов выскакивают разные репортеры с камерами, с записывающими устройствами, все это снимается. Естественно, это был чистой воды спектакль, постановка. Потом был такой же постановочный процесс и судебный, и Ивана Петровича просто берут и на 10 лет садят в тюрьму за подстрекательство к убийству, которое, естественно, он не делал. Понимаете, 10 лет своей жизни он должен был просто просидеть в тюрьме. И он его честно просидел. Вот я когда смотрю на его фотографию, а это, естественно, уже где-то двухтысячные годы, в 2006 году он умер, вот я смотрю, какая улыбка у этого человека, какая-то вот открытая и добрая, правда? 18 лет он провел в ГУЛАГе, вот было его образование. 18 лет. Естественно, ему не давали читать Библию, ему не давали никакого общения. Что он там делал? Он сказал, он сказал, все дни моей жизни я служил. Вот когда он выходил, знаете, на волю, на небольшие периоды, он даже, когда выходил на волю, он все равно спал на жестком, ел какую-то грубую пищу, потому что понимал, что его снова посадят, потому что он ни шагу не уступал вот этому режиму и говорил, я все равно верующий, как бы вы меня не пытались куда-то запихнуть, я все равно, и убить, я все равно стою на своем. Естественно, его снова садили по какому-то опять обвинению. Так вот, он говорит, даже больше, чем можно вынести, там было вот этих возможностей служить. Вы знаете, все время люди вокруг тебя, все время какие-то несчастные, все время какие-то надорванные. Кому еще служить, как не им, правда? И у него был один такой случай, очень интересный. его в камеру посадили с одним человеком, который был убийцей, ему дали высшую меру наказания. И он, этот человек, ему уже нечего было терять, он настолько был злой, что его уже даже надзиратели боялись. Он не хотел сидеть в камере с каким-то соседом, он решил, до расстрела я посижу один. И он просто убивал всех, кто попадал к нему в камеру. И вот ночью он решил Ивана Петровича задушить. Ну, ему нечего было терять. Он подходит к нему, протягивает руки к его горлу. В это время какая-то... А тот спит, так и не проснулся. Только ему снилось, что в это время, что над ним летит такая железная птица. Ивану Петровичу Федотову снилось, что птица приближается, ему встает душно. И он хочет молиться, но не может. Но потом все-таки как-то прорывается вот через это. Начинает молиться и снова становится ему хорошо дышать. А этого преступника просто отбросила сверхъестественная сила от него. И он упал на свою кровать и был ошеломлен. Утром он начал спрашивать, это что такое? Тот говорит, ничего, это просто Бог меня защитил. Ну, естественно, слово за слово. Понимаете, в камере им никто не мешал общаться между собой. Может, на воле так нельзя было говорить с людьми откровенно, но в тюрьме было можно. Он рассказал ему про Бога, он рассказал ему про вот это чудесное действие. Тот покаялся, человек. Вдруг ему выходит, приходят, значит, надзиратели, говорят, пойдем, у тебя пересмотр дело. И когда ему пересмотрели дело, он был выпущен на волю и ему дали всего два года условно. Представляете, человек, который был виновен в убийстве, он таким образом был освобожден. А Федотов продолжал сидеть дальше, как самый такой злостный преступник. Так вот, он дал ему свой домашний адрес, тот пошел, навестил их, ему подарили Евангелие, и он стал вести совершенно другой образ жизни. А человек уже все, попрощался с жизнью. Вот такие вот, вот теперь скажите, есть ли плохие люди в нашем окружении, которым невозможно служить, да? По сути, все нуждаются. И еще короткую историю расскажу про него. Когда он последний раз сидел в тюрьме, это было самое тяжелое. Во-первых, он был уже пожилой, во-вторых, здоровье его было надорвано, и его там чуть голодом не заморили. Представляете, он освободился в 86-м году. Уже было, да, уже было такое время, в общем, спокойное, сытое, уже союз так шатался был, а вот там, в тюрьме, они просто сделали из него какого-то экспериментария, специального заключенного и просто не давали ему ни передач, ни еды, ничего. Он почти там уже совсем умер. И был такой случай, когда его, опять же, посадили в камеру с одним товарищем, с одним каким-то человеком. Камера была наверху здания под железной крышей, была жара. И вот так еще окно было заварено железным листом, и только узенькая щель была между, ну вот, чтобы проникал воздух. Дышать-то было нечем, и у него начинается сердечный приступ, который превращается в инфаркт. Его сосед видит, что он умирает, что все, ему совсем плохо. Он начинает долбиться в дверь. Приходит врач через какое-то время и говорит, послушайте, вы, пожалуйста, тут не кричите, не долбитесь, к вам все равно никто не поможет, потому что есть такие специальные распоряжения по поводу этого человека, что он не должен выйти последний раз из тюрьмы. и дверь снова захлапывается, все тоже. В это время через эту щель протискивается, именно протискивается, голубь зависает над лицом Ивана Петровича и начинает вот так быстро махать крыльями, как вентилятор. Вы понимаете? И тот приходит в себя, перестает умирать. Голубь протискивается обратно, улетает. Когда приступ повторяется, голубь снова прилетает и снова начинает махать на него крыльями. Таким образом спасает его жизнь. Ну, слава Богу, все кончилось хорошо. Он таки вышел через, опять же, какое-то содействие там западных христиан. Он вышел из тюрьмы и увидел плоды своего дела. Кстати, пока он был на воле, в это вроде небольшое время, он успел жениться, он успел стать начальствующим епископом над евангельскими христианами, он успел создать церковь в одном городе Малой Ярославной, Малой Ярославцы. То есть, этот человек много успел, правда? И вы знаете, те, кто твердили, что церковь, она погибнет под этими преследованиями, те, кто говорили, что без человеческой поддержки церковь не сможет существовать, они ошибались. Вот скажите аминь на это. Потому что пока церковь служит, она живет. и церковь, это мы с вами, правда? Я вам хочу еще один портрет показать. Вот, пожалуйста, покажите. Кто вот этот молодой человек? Да, это наш пастор лет так 27 назад, 25, может быть. Вот, когда он в 1989 году, будучи студентом, проходил по нашему, по центру нашего города, да, он услышал, как в сквере поют на гитаре, играют молодые ребята, играют на гитаре и поют песни о Боге. Это заинтересовало его. Он подошел, услышал проповедь и сразу же откликнулся. Вы понимаете? Чей это был плод? Это был плод вот таких вот людей, которые были просто мучениками, как Федотов, да, они были просто мучениками за Христа. Они были свидетелями истины. И когда церковь смотрела на эти жизни, полные такого самоотвержения, такого посвящения, она стояла, понимаете? Они как бы держались. И когда наша страна открылась для проповеди Евангелия, нам не пришлось ждать каких-то иностранных проповедников. Мы что? Он услышал, мой муж, дорогой, он услышал проповедь от своих местных христиан. Правда? Это была евангельская община пятидесятников здесь, в нашем городе. И он, просто мы там с ним познакомились, я тоже пришла туда, потому что они очень активно проповедовали, они приглашали после фильма Иисус всех, вот там я их увидела, мы с ним там познакомились. И я помню, знаете, этот страстный ответ вот на призыв Божий. Тоже было время, которое нельзя было упустить, знаете, время вот этой жатвы, время вот этого пробуждения. И мы ответили на этот призыв, стали служить, да, и слава Богу, не мы одни там были, да. Вот сегодня Саша Лесник рассказывал тоже, как он пришел очень давно в то же время, и супруги Казанцевы, и очень многие люди, которые здесь сидят, они вот именно были вот тогда в этом труде Божьем. И вы знаете, вот этот период истории вы уже многие видели своими глазами, да, и в общем-то все мы, вот все, кто вот от Проханова к Федотову и наши современные служители, это все связь поколений, правда, это все плод служения. Вы скажете, вы скажете, ну, это как-то не для меня примеры. Я человек простой, мне работать надо, как-то надо выживать вообще, все очень сложно в этом современном мире, я так не могу, это, не могу вот отдавать всю свою жизнь на служение, мне важны другие какие-то вещи, мне важна семья. Как вот определить вот эту границу служения, вот которая лично для вас определена Богом. Знаете, какой я вижу ответ? Я думаю, к границе служения определяются количеством любви в нашем сердце. вот сколько у вас любви и к какому количеству народу и где, там вы и должны служить. кого вы можете охватить своей любовью? Видите, были люди, которые охватывали очень много людей, других, которые охватывали целые страны, которые занимались миссионерством, другие люди охватывают, например, свою поместную церковь, соседей, с которыми они живут, еще кто-то может только свою домашнюю группу или свою семью. Это прекрасно, друзья мои. Та любовь, которая вот есть у вас хоть хотя бы к одному человеку, она вот через него пойдет дальше. И в итоге мы будем все охвачены вот этой вот любовью служения, любовью, которая подразумевает служение. Я делаю в данном случае между ними как бы ставлю знак равенства. Потому что служение это и есть любовь. И поэтому давайте сейчас просто закроем наши глаза и посмотрим вглубь своего сердца. Может быть у вас всплывут какие-то лица, которые вы очень любите, за которые вы переживаете, за которые вы плачете в молитвах. Может быть вы вспомните сейчас каких-то людей, которые нуждаются в вас и давно хотят как-то, вы давно хотели съездить к ним, поговорить, что-то рассказать о Боге или помолиться с ними, или еще какие-то вещи, но вам некогда было и вы отложили это все в долгий ящик. Может быть у вас есть какое-то служение, в которое вы хотели войти, но вам опять же помешала вот эта какая-то себелюбивая какая-то беготня. Давайте сейчас подумаем об этом и мы поймем, где вот это наше служение, какую нам дал Бог, какую Бог нам дал площадь для этого служения, какую Он дал нам ниву, чтобы мы делали что-то, вот это дела любви. Аллилуйя, Господь наш великий Божий. Просим Тебя, Господь, покажи нам сейчас, Господь, покажи нам тех, кому мы должны служить, наполни нас любовью к ним, Боже. Если кто-то здесь не знает Бога, если кто-то здесь не знает Его лично, то я прошу, откройте свои сердца, наполнитесь Его любовью, и тогда вы захотите передавать ее дальше. И пусть Господь просто прикоснется к вам сейчас сам. Аллилуйя, слава Тебе, Господь, касайся сейчас каждого человека Божия, касайся сейчас наших Господь сердца, если они измучены, если они ранены, если они опустошены, Господи, в этой посвященной жизни, какая бы она ни была незаметная на первый взгляд или трагичная может даже, всегда есть особое утешение Твое, особая благодать, особая милость, особый смысл, ты наполняешь нашу жизнь особым смыслом, когда мы как Иисус отдаем и служим, отдаем и служим, растрачиваем себя, не жалеем ничего, не приберегаем что-то для себя, но понимаем, что вот чем больше мы тут отдадим сейчас, тем больше мы будем в вечности иметь воздаяние, Аллилуйя и даже не просто за воздаяние Господь, но просто ради любви к Тебе мы это хотим делать, Боже, да будет Тебе вся слава и хвала Господь, Боже, я прошу Тебя за церковь, чтобы она стояла в любые времена, если начнутся времена каких-то гонений, каких-то притеснений, чтобы мы стояли, чтобы мы не были какими-то легковесными христианами, без корней, которые сегодня здесь, завтра там, но чтобы мы на самом деле здесь, в нашей поместной церкви служили Тебе своими дарами и способностями, служили Тебе, может, и в других городах, везде, где Ты нас призовешь, да будет Тебе вся слава, благослови нашу церковь, чтобы это была пламенная, служащая Тебе, любящая Тебя, посвященная церковь, да будет Тебе вся слава и хвала, возгребай в нас этот огонь, Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова